Здравствуйте! В эфире «Время новостей». Все самое актуальное и важное смотрите в этом выпуске. Ситуация неприемлемая, однозначно. И вами должен быть, как раз по моему поручению, до конца этой недели разработан такой график. Совместно с единой транспортной дирекцией. Как навести порядок на Керченской паромной переправе, обсуждали с Авминием. Необходимо дождаться до решения комиссии, получить земельный участок в законном порядке. Последнее китайское земельным мошенникам сделали в правительстве. Самозахваты, возникшие недавно, будут сносить. Заявление на участие в этой программе – это документы, удостоверяющие личность и документы, относящие человека к нуждающейся категории. Минимум документов и доступная цена. На полуострове начнет работать программа по улучшению жилищных условий для ветеранов. Как упростить работу Керченской переправы и окончательно решить вопрос самозахватами, обсуждали на аппаратном совещании под руководством главы республики. Сергей Аксенов дал ряд важных поручений и предупредил чиновников. Спрос за их выполнение будет строгим. Подробнее Екатерина Наумова. Проблему Керченской паромной переправы во властных кабинетах поднимали уже не единожды. Однако только после недавнего визита на место главы республики появилась надежда, что ситуация всё-таки наладится. Но для этого надо приложить немало усилий. Первые результаты уже есть. Для того, чтобы разделить очереди, для того, чтобы не создавать очереди из тех водителей, которые ещё не получили номера по объективным причинам, и те, которые прошли обломбирование получения номеров, значит, предпринимутся следующие шаги. Керченский совет городской нашёл земельный участок, на котором мы сделаем отдельную парковку для водителей по разным причинам, не получивших номеров. Ещё один способ упростить процедуру переправы через пролив предложил Сергей Аксёнов. Руководитель Крыма считает, что надо установить информационный щит на накопительной площадке для грузового транспорта в Керченском аэропорту с указанием всех процедур, которые должен пройти человек. Но вот одного это точно не решит халатности на местах. Поэтому Сергей Аксёнов сделал особый акцент на том, что контроль за выполнением служебных обязанностей всех профильных служб будет нынче совсем другим. Я говорю сейчас и о пропуске пассажиров, пассажирских автобусов, это кроме грузовиков, поскольку мы с вами эту тему не затрагивали. В пятницу вот мои коллеги, которые ехали из Краснодара, ожидали парома свыше трёх часов. Вот уже подъехав, увидели отходящий паром, при этом следующий паром на загрузку подошёл через три часа. Это вот наши коллеги, они находятся сейчас в приёмной, они лично там находились. Ситуация неприемлемая, однозначная, и вами должен быть как раз по моему поручению до конца этой недели разработан такой график. Совместно с единой транспортной дирекцией. Ещё один больной вопрос для всего полуострова – самозахваты. Вице-премьер-министру республики Руслану Бальбеку совместно с прокуратурой, МВД и ФСБ поручили предупредить людей. Все незаконные строения, которые появились совсем недавно, снесут. Некоторые товарищи поняли неправильно желание властей оказать всем крымчанам, независимо от национальности, помощь в получении земельных участков. Кто-то решил, как всегда, работать с властью на шантаже, на принципах выставления власти ультиматумов. Хочу сказать, что этого не будет. И прошу отдуматься граждан, которые ведут сейчас самовольное строительство на незаконно занятых земельных участках. Все строения будут снесены. Предупреждаю вас всех. И прошу вас, не тратьте зря деньги. Позиция обозначена. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, работа по инвентаризации уже закончена. И не стоит создавать видимость старой застройки там, где еще совсем недавно ее не было. Екатерина Наумова, Игорь Демидов. Время новостей. Поручение главы республики можно назвать своевременным. Ведь количество самовольно занятых земельных участков в Крыму после проведения инвентаризации только увеличилось. Землю для строительства жилья получат все нуждающиеся. Как те, которые были вынуждены выйти на поляны протеста, так и те люди, которые годами на все заявления и просьбы получали от чиновников отказы. Но в то же время в Совмине предупредили. Попытки обмануть власть для мошенников и посредников ничем хорошим не закончатся. Продолжит Елена Бережная. Только на территории Симферополя специалисты выявили шесть новых фактов самовольного строительства. Например, в районе улицы Генерала Васильева вот такие самозахваты появляются буквально каждый месяц. Однако никаких разрешительных документов у людей на стройку нет. О том, что на этом участке вовсю идут работы, можно сказать даже визуально. Вот только при виде журналистов, строителей и след простыл. Поговорить удалось только с теми, кто живет здесь давно. Экрем Джапаров – один из участников полян протеста. Уже 10 лет он пытается отстоять свое право на землю. Законным путем добиться так ничего и не удалось. Пришлось самовольно занимать участок. Мы хотим, чтобы побыстрее законно все выделили, чтобы провели свет или сами провели, потому что нет даже возможности. Мы все вынуждены пользоваться новыми технологиями солнечной электроэнергией. Восьмой год без элементарных удобств живет на самозахвате и Эльвина Амзаева. Женщины жалуются, годы идут, семья становится больше, а условия для жизни остаются прежними. Двое нас в данный момент, третьего ожидаем, даст Бог, через два месяца будет пять человек. История у Эльвины Амзаевой такая же, как и у большинства ее соседей. Приехала из Узбекистана, снимала квартиру, а параллельно, в надежде обзавестись собственным жильем, обивала пороги различных инстанций. Затем переехала сюда. Вот наша времяночка. Ну не времянка, она полдома. Мы по возможности построили, подняли, закрыли крышу. Мне главное, чтобы была своя крыша и все. Мне больше, в принципе, особого не надо. В таких условиях люди жить не должны. Чтобы крымчане официально могли получить земельные участки под жилищное строительство, в правительстве республики сейчас делают все возможное. Несмотря на это, самозахваты продолжают расти, как грибы после дождя. А это предупреждает вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. Лишняя трата денег и времени. Нет необходимости начинать жилищное строительство. То есть на тех земельных участках, которые еще не выделены. Само незаконное строительство чревато тем, что однозначно эти строения будут снесены. Необходимо дождаться до решения комиссии, получить земельный участок в законном порядке и по упрощенной процедуре начинать в законном юридическом поле строительства. То есть индивидуального строительства. То есть так, чтобы не было никаких преград с точки зрения нарушения законодательства. При этом сейчас активизировались так называемые посредники, которые, обещая решить все земельные проблемы за короткий срок и определенную сумму денег, вводят крымчан в заблуждение. Наша задача – лишить возможности спекулятивного аспекта, лишить возможности и дальше вводить людей в заблуждение, зарабатывать на этом. И поэтому я думаю, что в ближайшее время мы наведем в этой сфере порядок и все лица, причастные к сбору денежных средств крымчан, пользуясь их доверием, будут привлечены к ответственности. Акты обследования самостроев специалисты уже составили. Закончена и инвентаризация. Осталось только установить личность правонарушителей. В Совете министров также добавили, чтобы не допустить новые случаи самовольного захвата участков и предотвратить нарушения земельного законодательства на территории полуострова, проверки будут проходить и дальше. Елена Бережная, Денис Тищенко, Время новостей. Крымские таможенники начали выдачу вещей репатриантов из Узбекистана. Крымские татары, которые вернулись на родину, вынуждены были почти полгода жить без нажитого имущества. К решению проблемы подключился Госкомитет по межнациональным отношениям. Получение контейнеров ожидают 47 семей крымских татар, прибывших из Узбекистана. Загвоздка в том, что получить свое имущество можно лишь имея вид на жительство, либо разрешение на временное проживание. Шифика Нагаева приехала в Крым 4 года назад. Тогда проблем с доставкой и получением вещей не возникло. Сейчас на полуостров приехала ее мать. Законодательство изменилось, и женщине пришлось несколько месяцев ждать возможности забрать свое имущество. Когда я получала сама контейнер, таких проблем не было. Сразу получали, она говорит, вы относитесь к категории депортированных. Было положение тогда депортированных, и мне сразу выдали контейнер. А мама моя приехала уже в другом государстве. И поэтому он все объяснил. Говорит, вам нужно быстро оформить документы ФМС. Мы что сделали, ну вот ей дали РВП. Механизм получения действительно упростили. Теперь репатриантам нужно всего 4 документа. «Справка из госкомитета и справка из ФМС о том, что человек уже получил разрешение на временное проживание. Заявление гражданина и опись товаров, которые находятся в контейнере». Решили вопросы еще с одной проблемой. Стоимость перевозки пятитонного контейнера составляла 12 тысяч евро. Для репатриантов сумма попросту неподъемная. «В первую очередь я вам скажу, что предусматривалась выплата, в первую очередь, это 12 тысяч евро за пятитонный контейнер. Сегодня люди бесплатно получают. И даже те вопросы, которые будут возникать, вот говорили сегодня по хранению, мы думаем, этот вопрос уже решим и освободим. Но те люди, которые уже получили на прошлой неделе контейнера, никаких оплат с них не взымалось». Чтобы подобные ситуации не возникали, профильный комитет наладит сотрудничество с консульством Узбекистана. Будет проводиться совместная работа, прежде всего разъяснительная, чтобы люди знали, каков порядок оформления документов. Виталий Попач, Олег Черемисин. Время новостей. 40 миллионов рублей из федерального бюджета позволят обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны жильем. В список участников программы попадут инвалиды и участники боевых действий, военнослужащие и лица, работавшие в период 1941-1945 годов на объектах противовоздушной обороны, военно-морских базах, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» и другие. Уже после заключения договора между Советом министров и правительством Российской Федерации можно будет приступить к покупке квартир. На данный момент в республике проживает 218 ветеранов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Процедуру получения правительственной субсидии постарались максимально упростить. Чтобы стать обладателем свидетельства, много документов не надо. Нам бы не хотелось, чтобы пожилые люди выстаивали длинные очереди, в которых справка нужна для справки и так далее. В регламенте, который мы установили для получения этой субсидии, мы установили, например, три документа, которые необходимы для участия в этой программе. Это заявление на участие в этой программе, это документ, удостоверяющий личность и документ, относящий человека к нуждающейся категории. Одним из важнейших пунктов социального проекта никаких географических ограничений. Правда, в рамках полуострова ветеран сможет приобрести квартиру в любом городе Крыма. Например, если его родственники проживают в другом населенном пункте, можно выбрать жилье ближе к семье. Такая программа предполагает выдачу свидетельства на приобретение жилья. Ветеран сможет либо самостоятельно найти квартиру, либо воспользоваться вариантами, которые уже предусмотрены этим проектом. Так, например, в этой многоэтажке к сдаче готовят 108 квартир. В этом доме минимальная площадь квартиры 47 квадратных метров. Согласно программе ветеран может рассчитывать на жилье в 36. Разницу придется покрывать за свой счет, но по цене 29 тысяч рублей за квадратный метр, независимо от роста цен на недвижимость. Все документы оформляются в установленном порядке. Мы заключаем договор с государственным предприятием, то есть государственным предприятием и ветеран Великой Честной войны на получение жилья. И после этого мы обязуемся до 1 мая 2015 года сдать данный объект под заселение. В министерстве постарались обеспечить доступность программы правительственной субсидии. Обращаться могут не только ветераны, но и законные их представители. Каждому участнику в полной мере предоставят информацию и содействие. Это предусмотрена программой. Они могут обращаться в отделы социальной защиты на местах и узнавать условия участия в этой программе. На сегодняшний день все ознакомлены. Мы собирали совещание в Министерстве строительства и архитектуры, проводили стажировку. Деньги на приобретение квартир выделят к концу года. Уже с января планируется выдача первых свидетельств. Ирина Гротила, Александр Смычек. Время новостей. Новогодний подарок детям Новороссии сделали учителя и ученики 4-й общеобразовательной Симферопольской школы. Они собрали гуманитарную помощь для отправки на Донбасс. В чем в первую очередь нуждаются жители Юго-Востока, узнавал Артем Артеменко. Дети Донбасса уже давно мечтают не о дорогостоящих подарках к Новому году, а о продуктах питания. Ведь во многих городах и селах Новороссии магазины и рынки попросту не работают. Это прекрасно понимают их сверстники из Крыма. Поэтому из дома они несли в первую очередь крупы, консервы, печенье и, конечно же, конфеты, чтобы хоть как-то передать ребятам атмосферу грядущего праздника. Мы считаем, что наша помощь им должна помочь, потому что дети должны жить в мире. Каждый класс подготовил новогодний подарок для них. Мы считаем, что наша маленькая частичка внимания все-таки окажет им какую-то помощь, и им будет приятно получить это. Гуманитарную помощь дружный школьный коллектив собрал всего за неделю. Уговаривать ребят не пришлось. Они сами предложили поучаствовать в благотворительной акции. Мы, конечно, хотели бы отправить 4-й школе Донецка или 4-й школе Луганска, поскольку наша 4-я школа была бы так символически получить от 4-й школы 4-й. Но надеемся, что так и будет. Но, конечно, будет доставлено туда, куда более нуждается. Транспортировать гуманитарную помощь будут через Керченскую переправу. Вдоль берега Азовского моря транзитом через таможенный пост из Варина. Встречают у нас это ополченцы. Они встречаются, сопровождают до школ. И в основном это не сам город Донецк, не сам Луганский. Это пригороды Донецка, которые более нуждаются в этом грузе. Чтобы упорядочить всю помощь, поступающую из других районов полуострова, сначала гуманитарный груз рассортируют на Симферопольских складах. У общественников налажен путь транспортировки. И буквально неделю назад 22-тонная фура доставила гуманитарку жителям Донбасса. Формировалась она в течение где-то месяца приблизительно. И отправили 22-тонную фуру. Она была доставлена адресно в Донецкую, в Луганскую область. В зону, где наименее защищенные такие слои населения. Уже к концу этой недели очередная фура с гуманитарной помощью для жителей Донбасса будет сформирована. Отправлять будут, как всегда, все самое необходимое. Теплые вещи, медикаменты и, конечно же, продукты питания, в которых особенно нуждаются жители Новороссии. Каждый, кто желает помочь жителям Донбасса, может принести средства личной гигиены. Крупы, консервы, печенья, конфеты и теплые вещи по адресу. Город Симферополь, улица Карла Липкнехта, 11-2. Связаться с общественниками можно по телефону. Плюс 7-978-07-22-331. Артем Артеменко, Андрей Лебедев. Время новостей. В Крыму намерены внедрять в учебные программы дополнительные уроки по развитию духовных ценностей и патриотизма. Перед правительством республики стоит задача сохранить и приумножить среди молодежи чувство любви к родине, благодаря которому Крым воссоединился с Российской Федерацией. Актуальный вопрос обсудили в ходе выездного заседания комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей молодежи Совета по межнациональным отношениям при президенте России. В связи с тем, что Крым вернулся в многонациональную семью, на совещании подчеркнули, в школах необходимо обучать детей не только классическим наукам, но и уделять внимание на дополнительных уроках нравственным ценностям, взаимоуважению и терпимости. Наш президент Владимир Владимирович Путин писал, нам необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности, но он должен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим. Участники заседания заслушали информацию профильных министерств и ведомств Крыма о работе в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи. Подвели итоги проделанной работы. На сегодня в республике 67 детских школ искусств, в которых обучается более 20 тысяч детей. Три профессиональных образовательных учреждения и один университет культуры. В ружках занимаются около 100 тысяч деток. Министерством культуры Республики Крым на своем уровне уделяется приоритетное внимание патриотическому воспитанию юных крымчан. В ходе заседания Михаил Шеремет поблагодарил Виктора Водоладского за вклад воссоединение Крыма с Российской Федерацией, после чего вручил ему медаль за возвращение Крыма. Крым благодарит Виктора Петровича Водоладского, председателя комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по международным отношениям, за оказанное внимание Крыму, где в настоящее время формирование гражданского самосознания, любви к родни, воспитание чувства сопричастности к историческому прошлому и настоящему своей страны чрезвычайно актуально. Спикеры сошлись в одном, что в годы исторических переломов и информационных войн патриотические духовные ценности – это лучший щит, который сможет уберечь новое поколение от дезинформации и фальсификации со стороны зарубежных недоброжелателей. Поэтому в школьную программу наравне с другими предметами предложили внедрить уроки, целью которых будет воспитание нравственных устоев и любви к родине. Дмитрий Попов, Время новостей. Крымскому образованию опережающее развитие. Именно такой путь является самым оптимальным для полуострова, считают участники конференции, посвященной интеграции Крыма в систему российского образования. Масштабное мероприятие было организовано Общероссийским народным фронтом на базе Таврического национального университета, в стенах которого собрались общественники, работники сферы образования и представители власти республики. Об итогах беседы расскажут наши журналисты. Конференцию такого масштаба проводят в Крыму впервые. Раньше педагогов полуострова никто не спрашивал. Учебные планы присылались с территории Украины и обсуждению, как говорится, не подлежали. Теперь же, благодаря Общероссийскому народному фронту, все иначе. Сейчас вообще внимание к элементам гражданского общества в Российской Федерации очень велико. И такие институты, как Народный фронт общероссийский, как Общественные палаты Российской Федерации, они играют колоссальную роль в жизни российского общества. Это очень важно, потому что только эти институты дают возможность организовать нормальное взаимодействие между обществом в целом и государственными органами, которые зачастую не понимают друг друга. И вот наша задача – это понимание наладить, сделать его оптимальным и полезным людям. Конференцию поделили на два этапа – заседание рабочих групп, их было пять по всем направлениям образования, и пленарное заседание с участием крымских властей. Результаты стали видны уже на первом этапе. Участники сумели определить главные задачи, которые стоят перед крымским образованием в ходе его интеграции в систему образования российского. Эта задача непростая, потому что пространство России, образовательное пространство России, оно многоплановое и многомерное. И нам необходимо знать те стандарты, которые в этом пространстве существуют, и которые нам необходимо сегодня включить в свою жизнь. Конечно, на полуострове далеко не всё налажено, начиная с дошкольного образования и заканчивая дополнительным. Но педагоги не унывают, ведь терпение и труд – всё перетрут. Сейчас мы активно работаем над предложениями с коллегами. То есть, в принципе, уже вырисовываются какие-то ориентиры в том, что мы вынесем на пленарное заседание. Но, как всегда, два основополагающие вопроса – это кадры и материально-техническое обеспечение. Мы справимся, воспитаем будущим патриотов Великой России и определим их причастность к этому великому государству, которая заботится о них и создаёт условия для их развития. Мы убеждены, что Крым не только должен брать у России, он должен ей и вернуть. А вернуть, я думаю, мы сумеем, что. Участники конференции также считают, что Крыму не стоит просто встраиваться в российскую систему образования. Ибо проблемы, которые существуют на материке, плавно переползут и на полуостров. Образованию в республике нужно дать новый толчок. Очень важно, чтобы в Крыму в том числе возникли некоторые точки опережающего развития. Потому что один вариант, когда мы встраиваемся в хвост поезда и получаем в связи с этим всё, что к этому прилагается. И совершенно другой вариант, когда мы начинаем выстраивать опережающие точки развития. И это даёт совершенно другие возможности для крымской системы образования. И совершенно другой статус по отношению к всей остальной системе образования. Концепция опережающего развития крымского образования включает в себя множество элементов, направленных не только на улучшение качества преподавания и знаний учащихся, а также на развитие региона. Причем предпосылки для ее реализации есть очень серьезные. По крайней мере, так говорят координаторы столицы нашего государства. В Крыму есть очень серьезные педагогические наработки в разные эпохи. В период последних 20 лет, в период советского времени они сохранились, они до сих пор остаются интересными, полезными, развивающими и находящимися на уровне современных требований к образованию. И поэтому мы считаем, что у образования Крыма есть полностью возможности для развития в опережающем режиме. Во второй части мероприятия состоялось пленарное заседание, в ходе которого педагоги, общественники и представители власти обсудили самые наболевшие вопросы и обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития образования в республике. Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова выразила уверенность в том, что подобные конференции действительно очень важны и полезны. Конференция необычна чем? Что поднимаем большой пласт и поднимаем проблемы, которые требуют решений сегодня, не завтра, не послезавтра, и проблемы, которые касаются наших детей. И действительно на площадке сегодня были и родители, и учителя, и воспитатели дошкольных учебных заведений. На мой взгляд, я бы даже учащихся пригласила, потому что ученическое самоуправление Крыма, оно достаточно активно, и это тоже участники учебно-воспитательного процесса, да, их мнения, их вопросы, их проблемы нужно тоже слышать. Наталья Гончарова также отметила, что сотрудники Министерства образования продолжат работу по искоренению проблем в подопечной сфере и сделают все возможное, чтобы быстрее интегрироваться в образовательное пространство России. Важно, услышала что-то ожидаемо, то, те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваемся, и задачи многие очевидны, но было и несколько проблем, вопросов, которые не ожидала услышать, они, значит, есть, поэтому они требуют решения, а решать, для этого мы и поставлены, что такие вопросы, задачи должны мы решать, будем решать. Направление, опережающего развитие крымского образования, это не только новое содержание, стандарты и требования. Технология направлена на развитие региона, учитывая его специфику. А Республика Крым первоиспытает нововведение. И по заявлениям организаторов, уже в ближайшем будущем станет наглядным примером для всей России. Эдуард Здоров, Игорь Романенков. Время новостей. И к другим новостям. Международный фестиваль «Великое русское слово» вышел на новый уровень. В Форосе прошла его первая зимняя сессия. Ее участниками стали ученые-историки, политологи, филологи, а также представители высших органов власти. О чем зашла речь на форуме, знают наши журналисты. Фестиваль «Великое русское слово», который проводился еще при Украине, всегда был ориентиром для русскоязычного сообщества полуострова, считает заместитель председателя Государственного совета Андрей Козенко. То, что мы смогли сохранить в Крыму нашу культурную идентичность, русский язык, сохранить самих себя, это действительно большая заслуга, в том числе и фестиваля «Великое русское слово». Зимняя сессия в этот раз приурочена ко дню рождения классика российской политологии Николая Данилевского. Крымчанам это имя мало знакомо. Участники сессии подчеркнули – это явление временное. Правильнее, наверное, всего создать музей на месте, где последние годы жил Николай Яковлевич со своей семьей. Я думаю, что действительно память должна быть и о Николая Яковлевича, и о его семье. Тем более, что семья-то у него большая. Участники конференции также посетили могилу Данилевского, где почтили его память и возложили цветы. Председатель Госкомитета по охране культурного наследия Светлана Савченко уверена – увековечение памяти знаменитого философа – дело времени. Одно из решений, которое мы предлагаем сегодня на конференции – это разработать целый ряд мероприятий по увековечению памяти Николая Яковлевича Данилевского. Потому что действительно в крымской земле лежит великий, замечательный ученый, мыслитель, философ. И это должно стать достоянием широкой общественности и Крыма, и России, и всего русского мира. Итогом работы стала декларация, в которой помимо увековечения памяти Данилевского предусмотрено создание в Крыму дискуссионной площадки по изучению проблем и перспектив развития русского мира. Кроме того, планируется сделать работу форума постоянной. Виталий Попач, Виктор Коса, Время новостей, Форос. Более трех сотен предметов одежды, музыкальных инструментов и фотографий впервые на полуострове открылась выставка под характерным названием «Народы Крыма». Экспозиция уникальна тем, что все предметы из фондов этнографического музея Санкт-Петербурга. Подробнее о коллекции из северной столицы расскажет Екатерина Наумова. Собрание Российского музея по этнографии народов Крыма необширно, но тем не менее оно представляет коллекции с редкими экспонатами, которые наглядно раскрывают быт и культуру жителей полуострова. Это оригиналы музыкальных инструментов, лира, разновидность волынки, флейты. Некоторым из них более двух сотен лет. Но гордость выставки – коллекция одежды. От костюмов крымских татар и греков, крымчаков и караимов, выходной одежды цыган, до предметов материальной культуры уже переселенцев. Это полностью воссозданный костюм чумака. Рядом с ним неотъемлемый элемент – макет воза. На нем еще несколько веков назад перевозили соль и другие продукты через сотни километров. Именно одежда является тем маркером, по которому раньше всегда узнавали его носители. Человек не кричал «я татарин, татарин» или «я грек». Он был так одет, что все узнавали, что он действительно принадлежит именно к этой этнической общности. В подтверждение костюмам на манекенах старинные фотографии. На них представители разных народов в своей национальной одежде. Но и это еще не вся коллекция российского музея. Сейчас полотенце – это обычный предмет, которым вытирают лицо, руки или посуду. Но еще в 19 веке оно было нечто большим. Это был элемент интерьера или какая-то деталь одежды. Эта выставка подчеркивает большой интерес петербургской гуманитарной науки к изучению этнической культуры народов Крыма. Торжественное представление новой экспозиции собрало десятки людей. Я признателен администрациям музея, директору музея Грузову Владимиру Алексеевичу, что они нашли возможность и привезли к нам, на мой взгляд, уникальнейшую выставку. Нам хочется верить в то, что именно такая выставка народы Крыма, она архиактуальна сегодня на нашей крымской земле, когда мы говорим о консолидации, когда мы говорим о мире, о дружбе народов. В завершении торжественного открытия директор российского музея выразил надежду, что эта уникальная экспозиция вызовет интерес у жителей полуострова, в особенности у молодежи. Надеюсь, что она будет интересна и школьникам, и студентам. Это очень важно, потому что мы много говорим о том, что музейная экспозиция – это спектакль. Это такая драматургия, которая сопровождает сухие страницы учебника истории. Увидеть уникальную экспозицию сможет любой желающий. В Крымском этнографическом музее ее планируют продлить до апреля. Екатерина Наумова, Андрей Трещук. Время новостей. Такими были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в Крыму. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин